Все лучшее детям. Как показала практика, для некоторых жителей республики этот принцип оказывается важнее денег и личной выгоды. В Чувашии становится популярным привлечение бизнеса к решению социальных проблем. Обычно, если поблизости начинается стройка, ничего хорошего ждать не приходится. Но в некоторых случаях от такого соседства все только выигрывают. Чем помочь? С таким вопросом обратились представители строительной компании к руководству Чебоксарского детского сада номер 137, когда рядом с садиком начала расти новостройка. Прежде чем начать строительство домов, к нам пришла делегация из Честер Инвест, с которой познакомились с нашим дошкольным учреждением и выявили наши проблемы. И дальше уже пошла работа. С тех пор в этом детском саду нет перебоев с водой, а зимой всегда тепло. Строительная компания отремонтировала систему отопления, водоснабжения и канализации. Но для детского сада номер 188 на первом плане оказались новые окна. Садик является санаторно-профилактическим. Сюда ходят дети, которые часто болеют. Новый стеклопакет не только защитили помещение от шума стройки, которая развернулась недалеко от стен здания, но изменили микроклимат в лучшую сторону. Деткам, которые приходят в наш детский сад на период уздоровления, на один, на два года, нужно и внимание, и любовь к педагогам, а также тепло в доме. И мы были очень рады, когда предложили нам изготовление и установку оконных блоков в здании детского сада. Такую помощь предприниматели считают не подвигом, а скорее вкладом в будущее. Какие условия мы на сегодняшний день для них создаем, такими они и вырастают. Везде, где расположены на сегодняшний день наши строительные площадки, мы стараемся всеми силами и средствами поддерживать чистоту, порядок. В скором времени соседство со стройкой в хорошем смысле должны ощутить и в детском саду номер 178. Строительная фирма предложила нам услуги по благоустройству территории и оборудованию детских игровых площадок. В рамках частного государственного партнерства активно работа ведется со стороны руководства города с бизнес-сообществом. Первые шаги уже сделаны, сегодня мы это уже на примере увидели. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, что даст создать и улучшить условия пребывания детей наших в дошкольных учреждениях. И, конечно же, улучшит материально-техническую базу. Что ж, чем помочь тому или иному детскому саду всегда найдется. Главное, чтобы находились желающие помочь. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.